Транспорт. Тот же тариф и новый. Причем уже со следующей недели. Таковы основные претензии орловчан к вопросу относительно повышения стоимости проезда в городском транспорте областного центра. Нет, конечно, что бы она меня устроила. Я пенсионерка. Меня устраивает, допустим, сейчас стоимость 16 рублей. Это для студентов, я думаю, очень много. Пенсионерам это очень дорого. Ему порой даже есть нечего, порой, человеку. Чтобы доброжелательно относились, не кричали, не ругались. И чтобы, когда заходишь в маршрутку, чтобы они не быстро двери закрывали, а то они дюжи быстро двери закрывают. И приходится за это, в принципе, с ними ругаться. Мне кажется, дорого. Действительно, зарплаты все стоят на месте, пенсии. Ну, пенсии ладно, добавят. А вот мы бюджетники, зарплаты. Как их не повышали тысячи лет назад, так их не повышают. Наверное, дешевле на машине будет скоро ездить. В трамвайно-троллейбусном предприятии сегодня немногим больше 80 единиц подвижного состава. Из них 46 троллейбусов и столько же трамваев. 32 миллиона рублей, по словам руководителя муниципального предприятия, давным-давно не хватает МУПу на месяц. По прошлому году себестоимость одной поездки составляла 19 рублей, 19 копеек. Средняя. На конец года она выходила 20 рублей. А тариф у нас был 12 рублей. То есть на одноразовую поездку тариф ниже, чем себестоимость. Во вторник руководство предприятия собрало на брифинг представителей СМИ города. Журналистов уверяли в том, что городской совет принял не популистское решение, а жизненно необходимое для спасения муниципального предприятия. А тем временем обоснованность повышения с 12 до 16 рублей поручил проверить своим заместителем губернатор области Вадим Потомский. На прошедшем накануне в областной администрации аппаратном совещании этому вопросу уделили особое внимание. Андрей Иванович, возникает вопрос, да, вот у вас там депутаты, вот на 4 рубля. Почему на 4 рубля? Закономерный вопрос. Да, надо понять обоснование. Вот это обоснование надо депутатскому корпусу и показывать. Если оно абсолютно четкое, выверенное и необходимое, у нас выхода не будет. Если это просто хотелка, это другая история. Кстати, еще совсем недавно губернаторам же поднимался вопрос о поддержке муниципального предприятия. Я просил рассчитать необходимость, насколько мы можем поддержать трамвайно-троллейбусный парк. Если количество потока, перевозимого его транспортом, будет увеличено за счет того, что не будут побочные параллельные маршруты коммерческого толка. Потому что у нас получается так, у нас сливки собирают, а свое предприятие умирает. Новый 16-рублевый тариф начнет действовать с 15 февраля. А до этого времени есть неделя, чтобы понять, насколько повышение цены проезда в транспорте необходимо именно сегодня.